На улице весна. Это значит, девушкам пора готовиться к летнему сезону. Выглядеть хорошо нужно всегда. И в этом вам поможет Международный медицинский центр Medical On Group. Здравствуйте. Меня беспокоятся ссуды на крыльях носа и на лице. Что бы вы могли мне посоветовать? Да. В нашей клинике проводится лазерное удаление сосудов. Эффект 100% будет с первой процедуры. Но если потребуется повторить процедуру, вы можете подойти через 2-3 недели. После процедуры вам потребуется увлажнять кожу и требуется солнцезащитная крема SPF 50. Вы используете, как только выходите на улицу в течение 2-3 недель. А сейчас приступим к процедуре. Ирина, мы сейчас начнем процедуру. Эта процедура практически безболезненна. Продолжение следует... Сейчас я набажу увлажняющий крем, но пока не вставайте, ладно? А у нас будет 10 лет. Все, процедуру мы закончили. Вся лазерная косметология со скидкой 50%. Омоложение, удаление сосудов, эпиляция. Medical On Group. 255-88-00. Замечательно мне удалили сосудики на лице лазером. Остались небольшие покраснения, но скоро все пройдет, и я буду выглядеть замечательно. Всем привет, меня зовут Элина, мне 24 года. Я люблю постоянные движения, новые знакомства и интересных людей. Обожаю танцевать и кататься на коньках. Мечтаю объехать как можно больше интересных мест на нашей планете. открыть свой собственный бизнес и встретить любимого человека. Зиль, 28 лет, никогда не была замужем. Пришла на проект «Идеальная женщина», работая на заводе. Тем не менее, знаешь, такая мужская профессия у тебя, да? Тем не менее, вот пришла раскрыть и показать свою женственность. Вот как получается, насколько удается? Не скажу, конечно, что про нас 100%, но я думаю, что вот эта женственность, она потихоньку, ну, как бы из меня уходит. Ну, помогает проект? Помогает очень даже, я, нисколько даже вы, как бы, вытащите себя женственность, нисколько научиться общаться с людьми. Для меня это сложно было. Ну, чего? Ну, я такая немножко застенчивая, она скромная. Никогда первую не задавались тут. А, придя сюда, тем более, столько девочек, ну, ведущие и вообще партнеры. И, голя-неволе, как бы, знаете, приходится общаться. И потихоньку замечаешь, что уже начинаешь это как, как сказать, просто. Я так понимаю, что много мужчин, да? Да. Вокруг тебя всегда. Коллеги смотрят ли программу и что говорят? Честно говоря, я не говорила, что я участвую в этом проекте. Но те, кто знают, они смотрели и, как бы, за меня болеют. Хорошо, а как ты чувствуешь, вот, после многих уроков, да, помогают раскрыться, раскрепоститься, стать увереннее в себе? Мужчины реагируют? Мужчин стало больше в твоем окружении? Ну, мне кажется, да. И даже, когда я иду по улице, раньше Морисе я не замечала каких-то взглядов, но сейчас я вижу, что на него уже как-то смотрят. Макароны? Да, я уже как-то и хожу более прямо, ну, как там, вот, вышла, пошла домой. Уже как-то более себя такая, уже остыла все. Кто на твой взгляд лидер проект? Лидер? Ну, это, я думаю, наверное, Алина. Почему вы вообще Алину называете? Вот мне просто интересно даже. Ну, не знаю, она такая все время, как сказать, везде вперед, самая первая. А теперь что мешает быть везде вперед? Ну, немножко. Обогнать Алину хотелось бы? Хотелось бы, но я к этому не иду потихоньку. Ну, может быть. Послушай, ну, у нас есть еще пара месяцев. Можно как-то семимильными шагами, понимаешь, и выбиться-то в лидеры. Насколько оцениваешь свои лидерские позиции, свои шансы? Пока, наверное, на процентов 70. Вот неуверенность еще свою, надо убирать. Скажи мужчинам на камеру, какая ты, почему они должны выбрать тебя, почему именно ты идеальная женщина? Я заботливая, добрая, красивая, очень люблю детей, ну, и могу оказать очень такую моральную поддержку. Такая идеальная жена, я бы сказала. Ну что ж, голосуйте за наших участниц на сайте www.entellusion.ru, ведь им так нужна ваша поддержка, так что не оставайтесь равнодушными. Теперь менее приятное. Сейчас мы будем выбирать самое слабое звено нашего проекта на этой неделе. Девочки, давай. Я считаю, что Алина. Почему? Да, Алина, потому что я не считаю, что это идеал женщины, которая всегда ругается, кричит во всех, когда надо, не надо, ох, и тафы. Я против Алины. У меня по-моему таких садик, человек, нравится. Я только считаю, что вы не раскладываете свои умения. Хорошо. Я не играю на камеру, я такая есть такая. Вот, вот. Что ты скажешь? Ну, я считаю, что Таня самославная. Ну, Таня сегодня нет. Ну, нету, а, к сожалению, так и нет. Ну, почему сейчас Таня? Потому что, что 23 февраля ее нету, мы, блин, здесь тусуемся, Катя, а у нас тоже мужья там и так далее. Вот, ну, она любимая девочка. 23 февраля она решила справиться со своими адекватерами. Любимая? А я что, хочешь сказать, не любимая? Ну, значит, у твоего мужа нет времени, да, или у тебя нет времени провести семью? Ну, мы как подошли просто серьезнее к этому проекту, потому что все. Ну, значит, у тебя какие-то приоритеты неправильные. Просто подгруппе, я тебе рассказал, а то... Нет, у меня приоритеты знали нечастливые, тебе знали мать приоритет. Ну, я тебе просто говорю, как правильный. Ну, давайте не пытаться. Если ты выходишь замуж, то ты замуж. Ну, все, в моем возрасте, как бы, извини меня. Севальчик, давайте, может, кого-нибудь не выберем. Давайте, Гаррия. Ты у нас самая нескандартная, я самая тихая. Ты сам уходи. Я ставлюсь еще к своему другу, понимаете, они просто любят себя. Кто-нибудь был когда-нибудь в курятнике? Мне что-то страшно становится, с каждой недели все больше и больше. Ты когда-нибудь была в курятнике? Ну, значит, сейчас я не помню. Мне бы там жительки, подруг, но если ты так у меня есть, то ты складываешь. Нет, я тебе ситуация не знаю. Нет, просто тебе прямо ситуация у меня есть. Это не было ничего. Давайте, 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 что-то с вами не пишет девочек. Давай, не, а, не, вообще, не говори. Я потому, что у меня девушек, как бы не найти. Все, все, все. Все, 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 все. Давайте безлечим. Ну, в таком случае у нас остается только Алина. Я? Да! Подожди, ничего себе! Все кричат, что у меня, потому что мне она едет. Правильно. Хорошо, в таком случае давайте проголосуем, кто за то, чтобы Алину назвать на этой неделе самым слабым звеном. Один человек. А кто против этого? Все остальные. Видишь, как замечательно. Ну, давайте мы проголосуем тогда и за Татьяну. Давайте за Татьяну. Ну, все равно имя было хоть так некрасиво, что человека нет, но, тем не менее, имя было озвучено. Это предложили сами участницы. Кто считает, что Татьяна на этой неделе слабый участник? Тоже? Два. Два человека. Три. Три. Три человека. Три человек. Так, и третий кандидат у нас Ольга. За Ольгу два человека. Ну, к сожалению, к моему, потому что Таня, я считаю, достаточно активную участницу, очень яркой. Я их даже выделяла, когда у меня был тет-а-тет с Евгением Машкой. Говорила, что у нас есть два явных лидера. Один из них как раз это Татьяна. Таня, к сожалению, на этой неделе... Молодец, она защищала. Элина молодец, она защищала как настоящую подругу Татьяну. Но, к сожалению, ее выбрали на этой неделе самой слабой участницей. Ну, потому что ее просто не было. Да, потому что ее просто не было. Вот так вот на самом деле все и меняется. Дело в том, что когда ты можешь быть лучшей, а когда ты худший. Поэтому стараться нужно всегда. Да, каждую неделю. Тут невозможно заработать себе бонусы и потом почивать на лаврах. Тут каждую неделю нужно доказывать, что ты активный, что ты яркий, что ты креативный. Партнера проекта «Идеальная женщина». Корсет «Ваш секрет». Семейный клуб «Любящие сердца». Оздоровительный комплекс «Райский берег». Центр вумбилдинга «Лилии Коллеговой». Ресторан 007. Центр омоложения Алены Комаровой. Визажист Инна Усманова. Танцевальная мастерская «Точка». Стоматология «Армдент». Турфирма «Каравелла». Студия красоты Анастасии Сведенцовой. Wellness Slim Club. Психологи Маргарита Яковлева и Гузель Магизова. Школа иностранных языков «World for you». Бильярдный клуб «Соло». Бутик одежды номер 7. Medical on Group UFA. Информационный партнер. Журнал «Салават Юлаев». Вот и подошла пятая неделя к концу. Арчи, расскажи мне, пожалуйста, что же у нас было такого интересного и запоминающегося? Буквально в двух словах. Ну, ты знаешь, на самом деле все было очень интересно. Девчонки и ругались, и мирились. И, конечно же, девчонки работают, работают и работают над собой. Я помню, мы ездили в Гздравка в 007, и девчонки очень-очень прям вот смотрели, прям хотели готовить так же, как они. Потом действительно они выложили в нашем чате фотографии, они готовили это дома. Нас, как всегда, не накормили ведущего, как всегда не накормили видеооператора. Девчонки все сами съели, потому что действительно хотели узнать, каково это на вкус. Ну что же, в принципе, это было просто интересно. А что тебе понравилось? На этой неделе мне, как женщине, самой очень понравились тренинги Маргариты Яковлевой. Ведь она всегда советует невероятно нужные и полезные вещи. После ее лекции даже спинку начинаешь держать ровнее, и как-то чувствуешь себя больше богиней, чем ты была до ее лекции. Давайте продолжим смотреть наш проект и встретимся на следующей неделе. С вами была Арчи. С вами была Виктория. Дамы и господа, до новых встреч на канале М-Телевизион. Пока! Сегодня я тебя накрашу. Ух, как! А как этот ух? Вы посмотрите после преображения. Я думаю, что как бы совет от... Расскажи про телок. Давай я спрошу, а ты расскажешь про телок. Давай. Это было просто интересно. А что тебе понравилось? Это было просто интересно и до свидания. Иди ты, что мне понравилось. Ну? А не до свидания. Ух. ПомNEY уже смотрите. Помdz ani. Посмотрим. Тоже, пот üzer Collision. Тема, тема. 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 Продолжение следует...